Сегодня моя проповедь в основном будет для молодежи, хотя не только для них. Она будет направлена к семейным людям. Я буду говорить о важных принципах построения и сохранения семьи. Но вначале я скажу вам несколько примеров, как в наше время молодежь женится и выходит замуж. Я говорил вам, что будучи на Украине, я был свидетелем, я был просто на нескольких бракосочетаниях. И мне всегда интересно, а как люди познакомились, а как они женятся, выходят замуж. И сначала одна свадьба. Значит, интересное событие произошло в жизни молодых людей. Одна просто сестра ехала на Украину в гости, как многие едут, и ей просто передали передачу. Сложность была в том, что надо было заехать в одну деревню и эту передачу передать. И она, вы представляете, согласилась. И получилось так, что она как попала в этот том, то можно сказать, так и осталось. То есть, другими словами, она познакомилась с сыном этой семьи, но и в результате она вышла замуж. Я просто был этому свидетель. Поэтому иногда участие в каких-то небольших, даже добрых делах, может кардинально изменить вашу семью. Слава! Иисусу Христу! Скажите, слава Богу! Еще одна была интересная такая свадьба. Люди познакомились. Одно вероисповедание. Одна церковь очень такая серьезная, строгая, а другая, ну, не такая строгая. И просто, чтобы выйти замуж для сестры, то ей пришлось даже просто поменять членство в церкви, потому что сказали, если вы не перейдете в ту церковь, то брак для вас невозможен. Ну, она такая смиренная, она так и сделала. И я просто потом, беседуя с ними, говорю, а где вы познакомились? Как она говорит, на катке. Думаю, это интересно, но с такой серьезной церкви. Ну, коньки, понимаете, молодежь, да? Ну, спасибо. Вот молодежные как бы пути и судьбы просто непредсказуемы. И даже родители иногда не догадываются, где они знакомятся, как они встречаются. И единственное, что нам осталось, просто благословлять, чтобы и эти все свадьбы, браки были устроены и благословены. Слава Богу! А еще был такой случай, когда мы просто путешествовали по Америке с хором. И одна из наших студенток просто в одном месте, мы останавливались на два дня. И я просто так, боковым зрением заметил, что она беседует с одним молодым человеком, местным, местным. Мы приехали к ним в гости. Ну, я просто обратил на это внимание, но подумал, ну, за два дня ничего серьезного произойти не должно. Во всяком случае. Но, тем не менее, случилось то, что случилось. Когда я вернулся с Украины, мне сообщили, что они уже обручены, они ожидают свадьбы. Представьте себе, уехала с города или уехала, можно сказать, с хором только на два дня, становилась в одном месте. И ее, можно сказать, решилась судьба. Поэтому, молодежь, надо двигаться, да? Скажите, слава Богу. Ну, и еще более такое серьезное замужество. Знаете, как сказать, в одной церкви он и она имели какие-то отношения, беседовали, общались, как-то дружили. Ну, и люди заметили, и пастор это заметил. И, как бы, он начал говорить сначала и с братом. Он говорит, никаких у меня чувств, никаких намерений серьезных, просто друзья. Просто друзья, и все. Но пастор, он, наверное, не случайно подошел к этому молодому человеку. Он поговорил с невестой или просто с девушкой. Девушка тоже сказала, мы общаемся, мы просто друзья, все. Кроме этого, этот, а им уже было под 30, або им. И он имел виды на одну молодую сестру, которая достаточно молодая. Хотя она никаких видов абсолютно не имела. Но желание было. Потом проходит некоторое время, и эта сестра просто благословила этого брата. Ну, заняла ему деньги на машину, 17 тысяч долларов. Ну, бывает, как сказать, бывают щедрые люди, правда. Вот даже на Украине. И она продала свою квартиру. Ну, и высвободились какие-то деньги. И она решила просто этого брата благословить. И так они едут, на этой машине ездят, на уровне друзей общаются. Ну, это все как-то сказать привело к тому, что брат снова, пастор снова с ним встретился с ними и говорит, ну, этого не может быть. Ну, как это так? 17 тысяч, и это все просто так? Нет, пастор, не волнуйтесь, все у нас нормально. Мы просто дружим. Поговорил с невестой. Ответ тот же самый. Попытка убедить в чем-то, переубедить, не дала никакого результата. В конце концов, видя ситуацию, можно сказать, со своей стороны, пастор, пригласил этого молодого человека и сказал, вот тебе неделя сроку, или ты делаешь ей предложение, или ключи принесешь в мой кабинет. Ну, молодежь у меня стоит, вы скажете, ну, это вообще, это уже что-то, ну, непонятное, ну, и вообще какое-то давление и так дальше. Ну, то, что было сказано, то было сказано. Значит, проходит ровно неделя, и этот молодой человек приходит, и пастор уложит ключи, вот ключи. Я никаких чувств не имею, не собираюсь жениться, мы просто друзья. Поговорил с невестой или с сестрой то же самое. Ну, говорю, может быть, я не все понимаю, может быть, вы мне не все рассказываете. Но, извините меня, я вижу ситуацию совершенно по-другому. И я на том стою, и не могу иначе. Но, что интересно, при этом было сказано так, что вот ее мама, ей надо, предстояла операция, ее надо там было возить к врачам, и пастор говорит, ладно, я еще даю вам неделю, я понял твое решение, а потом через неделю уже возвратишь мне ключи. Но они уехали кататься. И потом, на следующий день приходит невеста или сестра, но и со слезами говорит пастырю, что я извиняюсь, что я была не совсем искрена пред вами, или другими словами обманывала. Я действительно его люблю. И это все, можно сказать, для меня непросто, для нас непросто. Поэтому вы можете нас понять, как-то помогите решить эту ситуацию и так дальше. Я опять приглашаю этого брата, он говорит, ну, ты же видишь, что все не так просто, как вы говорили мне, как оказалось все намного сложнее. И ты должен думать, что делать. Ну, расстались над тем, что еще неделю будут ездить на этой машине. И следующий этап самый интересный. Они едут в субботу на машине. Он, она и мама ее. Или просто будущая теща. И они едут в субботу на машине. Что интересно, что над нами работает Бог. И в том числе Он работал над ними. Они имели какое-то направление, надо было принимать какое-то решение. И вот в субботу, когда осталось им два дня до того, как надо было возвратить ключи, они все вместе, путешествуя по городу, попадают в аварию. И они попадают в аварию так, что машина пострадала серьезно. Хотя это была новая машина. А они невредимы. Но самое главное, что произошло после этого, как только они просто пришли в чувство после аварии, он тут же сделал и предложение. В воскресенье их объявили брак. Сегодня они живут благословенную, счастливой жизнью. Еще раз, еще раз. Вы можете прокуратить, это реальный факт из жизни. Просто он понимал, что надо делать, но внутри как-то двоилось. Троица не понимала, но не знала, что. И они молились об этом. И вот уже, казалось бы, продлили неделю еще. В душе идет борьба. Но он уже до этого получил два сигнала через пастыря, потом еще один сигнал, что он это должен сделать. Но он сопротивлялся. Но когда они попали в аварию, он тут же сделал ей предложение. Я не думаю, что вы слышали подобную историю, чтобы так молодые люди женились. После аварии люди обычно попадают в больницу, а эти оказались под венцом. Действительно, пути Господни неисповедимы. Но из этого урока я хочу, чтобы мы извлекали пользу. Безусловно, молодежь на многие вещи смотрит своими глазами. Люди старшего поколения, они видят все намного глубже, они смотрят в корень. И то, что молодежь не видит или пытается не видеть, они это уже знают или предполагают. Поэтому, чтобы правильно строила жизнь семья, то всегда написано в советующихся мудрости. Когда мы советуемся, когда мы решаем правильно жизненно важные вопросы, в том числе с пастырями, с родителями, мы никогда не ошибнемся. Я за то, чтобы наша молодежь, и не только наша, женилась, выходила замуж, и они были благословены в семье, в семейной жизни, в браке. Так родители, так молодежь. Поэтому сегодня мы продолжаем молиться за нашу молодежь, чтобы они просто делали правильный выбор, чтобы действительно церкви и семьи наши были благословенными и здоровыми. Сегодня я хочу проповедовать на тему оружия массового поражения. Оружие массового поражения. Кто-нибудь думает, о чем идет речь, или предполагает, о чем будет идти речь, но я хочу вам сказать следующее, что когда, можно сказать, в истории человечества появилось ядерное или атомное оружие, то об этом оружии говорили, что это оружие массового поражения, то есть это оружие, которое способно убивать тысячи, сотни тысяч, и даже миллионы. Безусловно, когда мир или человечество услышал эту новость, они были потрясены. И какое-то время жили под определенным страхом. Но так устроена жизнь, что человек ко многим вещам со временем привыкает. И не потому, что эта опасность не существует сегодня, она осталась. Но тем не менее, мы к определенным вещам привыкаем. Но пусть Бог хранит нас от этих массовых убийств и разрушений. Я не буду говорить сегодня на какую-то военную тему. Я буду говорить об оружии массового поражения, но которое относится ближе, ближе к нам, или о той ситуации, которая вокруг нас. Очень важно, очень важно, чтобы наша жизнь была благословена Богом. Если говорить, например, о браке, то многое зависит, благословение в браке зависит от добрачной жизни. Поэтому очень важно, чтобы все мы хранили себя чистыми и неоскверненными от мира. Есть такой вопрос в Писании. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Кто знает ответ на этот вопрос? Но я хотел бы, чтобы с этого, с правого фланга ответили. Но ответили люди старше. Хранением себя по слову твоему. Кажется, все просто. Это слово проповедуется в церкви. Это слово вы читаете дома. Но не всегда у нас получается сохранять или хранить себя. Но ничто так не оплачивается в зрелые годы, как чистая юность. Еще раз повторяю. Ничто так не оплачивается в будущие годы, в зрелые годы, как чистая, сохраненная для Бога и посвященная Богу юность. Все это говорит о том, что нам есть о чем думать и рассуждать. Итак, как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Дальше послушайте. Первый псалом многие из вас знают наизусть. Его чаще других псалмов читают в церквях. Многие из вас знают наизусть этот псалом. Если нет, пожалуйста, выучите. Это вам жизненно необходимо. Он начинается такими словами. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Но в законе Господа воля его он не только не ходит, он не только не участвует в каких-то греховных делах, но воля его в законе Божьем. И это предопределяет его благословение и охрану. Но в законе Господа воля его и о законе его он размышляет день и ночь. Когда-нибудь вы думали над этим вопросом, как это размышлять о нем день и ночь? Ну, днем-то еще понятно, а вот ночью нам сложно иногда все это представить. Но проблема для молодежи и не только для молодежи состоит в том, что часто они в течение дня они могут размышлять о законе Божьем. Но когда приходит ночь, они думают совершенно о другом. И о законе его размышляет он что? День и ночь. Проблема в том, что всякий грех он разрушает какую-то жизненную грань в человеке. Всякий грех, как болезнь она разрушает наш организм внутри, так и грех отражается на состоянии всего нашего тела и не только тела. Особенно свирепствуют в эти последние дни два греха. Это блуд и прелюбодеяние. Это два греха, которые крайне ненавистны Богу. Об этом не так часто говорят в церкви, но я это отношу к моей теме оружием массового поражения. Оружием массового поражения. В Библии написано, что много сильных убито ею. Имеется в виду женщиной или же другими словами посредством блуда и прелюбодеяния. Что меня удивляет в этом стихе, что написано много, не чуть-чуть или мало, или немало, но написано много сильных убито ею. Причем написано не о людях слабых. Не о людях слабых, а о людях каких, что сильных. Я не случайно начал свою проповедь сегодня, можно сказать, с брачной темы. Почему? Потому что в Библии написано, что если не могут воздерживаться, то лучше пусть женятся или выходят замуж, или потому что лучше жениться, выходить замуж, нежели разжигаться. Проблема в том, что некоторые и не женятся, и воздерживаться, что не могут. Но Библия говорит очень конкретные советы на пользу каждому из нас. Это одна из причин, почему сегодня молодые люди они в глаза даже не смотрят. это одна из причин, почему сегодня не так много лидеров, проповедников и певцов среди молодежи, и не только среди молодежи. И много сильных убито ею. Мы живем в то время, когда, можно сказать, нравственные нормы общества не бывало низкие. То, что раньше считалось постыдным и грехом, сейчас воспринимается как нормальное явление и вещи. К сожалению, даже иногда среди верующих. Вообще, беззаконие представляет любовь так, что там отсутствует всякий страх Божий. Человеческое общество дошло до того, что во многих странах этот грех узаконен на государственном уровне. Что я имею в виду? Узаконивая или разрешая поощряя гражданские браки, общество добровольно подписывает себе смертный приговор. Но мы должны знать, что блуд всегда унижает человека, поэтому тот, кто живет в гражданском браке, он не имеет ни мира, ни радости, ни покоя. Вы готовы сказать аминь? Совсем свежая история. Это было просто в роддоме, куда мы пришли просто посетить маму. И вот мама рассказывает, что ее там просто посещают, приходят врачи, приходят медсестры, и одна медсестра говорит, но расспросила за семью, за мужа, она видела их вместе, она видела их отношения, и она говорит, я каждый год жду день Валентина с одной надеждой, что мой муж, с которым я уже живу несколько лет, в гражданском браке, сделает мне предложение. Она говорила, это со слезами. Казалось бы, в ее жизни все должно быть нормально, есть работа, есть муж, есть семья, есть дом. Но еще раз повторяю, блуд, он унижает человека и лишает мира, радости и покоя. Поэтому здесь очень важно правильное отношение и к ситуации, и к греху. Вообще в Библии написано, дела плоти известны, это и в первую очередь это прелюбодеяние, блуд и так дальше. Если вы дочитаете все до конца, только один стих, то там написано ниже, поступающие так или пребывающие в этом, царство Божье вот что? Не наследует. С другой стороны написано, плод же духа, любовь, радость, помните, да? И в конце стиха написано, на таковых нет закона. Это прекрасная свободная жизнь. Какие законы не издавай, на вас они не распространяются. Например, если бы в этой стране был издан указ, что даже минимальное употребление алкоголя осуждалось там, допустим, и длительными сроками тюремными. Скажите, вы переживали бы за это? Я не думаю, свободный человек, он бы сказал, на меня, слава Богу, этот закон что? Не распространяется. А что бы, о чем думали бы пьяницы? Вы понимаете меня? На таковых нет закона. Поэтому, даже любая обличительная проповедь, самая строгая, она на них не распространяется. Почему? Потому что они живут, но в законе Господа, что? Воля Его. И о законе Его размышляет он день и ночь. Я извиняюсь перед теми, перед теми, для которых я с этой проповедью опоздал. Вообще, она была у меня на сердце, еще когда были здесь студенты. Я не сторонник каких-то таких серьезных обличительных проповедей, но я всегда за то, чтобы народ был хранимый Богом и жил побеждающей жизнью. Поэтому считаю, что это актуально и жизненно необходимо. Поэтому, я извиняюсь, если к вам это не относится. Я думаю, что это будет просто напоминанием, предупреждением о некоторых, для некоторых просто серьезной привывкой на будущую святую, побеждающую благословенную жизнь. Итак, что такое блуд? Это интимная связь вне брака. Вообще, слово блудить по своему значению очень близко к словам блуждать, заблудиться, заблудший. Блуждать, заблудиться, заблудший. Блудники – это люди, которые ведут нечестивую жизнь, решащие своим телом. Сегодня, вообще, мир предлагает для молодежи сексуальную революцию. Но эта революция не освободила никого, а поработила очень и очень многих. Поэтому, по числу беременностей среди подростков, США занимает первое место в мире среди развивающихся стран. Это серьезный сигнал для всех нас. Только в этой стране каждый год заражается той или иной веренической болезнью каждый четвертый подросток. И не надо думать, что меня все это обойдет. Но в законе Господа воля его только это сохранит вас от разрушения, падения и беды. И так каждый человек молодой он стоит пред выбором. Какой же выбор? Что мы можем иметь? Или растратить себя на удовольствие секс и грех, или посвятить себя что Богу? Еще раз, выбор за нами, выбор за вами, или растратить себя на удовольствие секс и грех, или посвятить себя Богу? Мой призыв к вам храните себя до брака. Есть большая разница, когда молодые люди женятся в блуде и когда они женятся будучи свободны. Поэтому многие нам даны, чтобы мы убегали от блуда. Написано, и я понимаю это так, что умный к пропасти не подойдет. Когда же молодежь переходит запретную черту, в результате она навлекает на свою жизнь позор, разочарование и горечь. На каком основании я это знаю? Послушайте, несозревшие плоды всегда горькие. Кто-нибудь был в саду и когда-нибудь кушал несозревший плод? Есть такие в зале? Есть. Если кто еще не пробовал, я советую это сделать. Когда вы будете где-нибудь в саду, ну например, где-то в мае, в июне, потому что обычно все созревает ближе к августу. Если вы возьмете этот плод и попробуете скушать, он будет очень горьким. Он принесет расстройство в вашу жизнь, в ваш желудок. Он будет неприятный. Поэтому плод созревший только какой сочный, благословенный и хороший. В Библии об этом написано так, 6 глава 33 стих. побои и позор найдет он и бесчестье не изгладится. Смотрите, какой суровый приговор. И бесчестье его не изгладится. Поэтому брак в постели это частая причина разводов. Запомните, что грех блуда не созидает и не скрепляет брак, но разрушает его. но он всегда ослепляет и люди, которые живут до брака интимной жизнью, они ослеплены. Они никогда не в состоянии сделать правильный выбор. Они не могут рассмотреть человека как личность. эксперты говорят, что люди, которые жили интимной жизнью до брака, они склонны к разводу, они либеральны и вульгарны. Иногда ребята говорят девушкам, если ты любишь меня, ты должна мне уступить. Но после того, что уже завоевано, оно больше этого человека не интересует. А блуд и вся конечистота будут удалены от вас во имя Иисуса Христа. Следующее, о чем я буду говорить, это последствия греховной сексуальной жизни. То есть, обратите внимание, что или чем это человеку грозит. К сожалению, многие не знают ужасающих и страшных последствий оружия массового поражения, которым являются прелюбодеяние и блуд. Сейчас я хочу, чтобы вы услышали некоторые моменты. Если вы видите первый момент, написано, человек становится нищим духовно, душевно и материально. То есть, это человека просто разоряет. В Библии написано, потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба. До куска хлеба. А замужняя жена уловляет дорогую душу. Обнищает человек до куска хлеба. Человек правит думать, и многие так думают, что со мной этого не случится. Но я еще раз повторяю, грех этот лишает добра и имения. Он разорит вас. Человек просто деградирует, не испытывая неудовлетворения во всем. Одиночество и печаль это удел блудников в старости и не только в старости. Поэтому никогда не имейте дело с блудом и пролюбодеянием. Просто убегайте оттуда во имя Иисуса. Еще раз, человек становится духовно нищим. Духовно, душевно и материально. Один молодой человек говорит, я сейчас учусь, поэтому я не встречаюсь с девушками и сестрами. А почему же? Ты что, не собираешься жениться? Нет, я понял, что это требует много времени и денег. Поэтому я пока учусь. Я пока учусь. И это правда. И это правда. Следующий момент, что вы должны сказать, человек губит душу свою. Я читаю притч, 6 глава, некоторые стихи. Кто же прелюбодействует женщину, то нет ума. Тот губит душу свою. Кто делает это, побои и позор найдет он и бесчесть ее не изгладится. И бесчесть ее не изгладится. Вы можете дома прочитать всю 6 главу или хотя бы стихи с 26 по 23. Тот губит душу свою. То есть это приносит в жизнь человека позор, разрушение и срам. Это потеря здоровья и потеря самой жизни. Вообще плоды блуда всегда горькие, а действуют они подобно яду, который разрушает и убивает все. Блуд всегда ведет к смерти душевной и духовной, хотя это не случается сразу. И только искренное покаяние может человека восстановить во имя Иисуса. Следующий момент, последствия греховной сексуальной жизни. Момент номер три. Блуд угрожает жизни и ведет к кровосмешению. Блуд угрожает жизни и ведет к кровосмешению. Что это значит? Вообще брачный завет основан на крови и говорит о том, что один человек вверяет свою жизнь другому. Это отношение что завета. То есть через кровь одного человека к другому переходят грехи, проклятия, проблемы и болезни. И вообще любая защита, в том числе презервативы, это слабое оружие против бесов. Запомните это. Проклятия приходят в жизнь родителей и детей. Дети почти всегда несут вину родителей за подобные действия и явления. Я это говорю очень и очень серьезно. Написано через женщину-христианку человек что освящается, а через блудницу он что оскверняется. берегите себя, берегите жизнь. Следующее последствие греховно-сексуальной жизни. Он написано оскверняет все тело. Читаем вместе с стих 1 Коринфянам 6 глава 15 стих и дальше. Разве не знаете что тела ваши суть члены Христовы? Или не знаете что совокупляющаяся с блудницей становится одно тело с нею? Другими словами секс он освящен браком и сотворен для брака. Вообще количество разводов в Америке прямо пропорционально количеству или потере девственности. Поэтому этот грех все позитивное он превращает в негативное. Он разрушает жизнь. Вообще как Бог относится к подобным грехам? Я уже говорил некоторые отношения Бога. Еще неверность в отношениях разрушает брак и осуждается и наказывается Богом. Что это значит? В Старом Завете под страхом смертной казни израильтянам запрещалось всякое блудодеяние. Если девушка теряла девственность до брака и это было узнано, то не только расторгался будущий брак, но ее побивали камнями, причем делали это на глазах всех, чтобы прочие имели страх. Вот почему это важно знать и слышать. Представьте себе, вы все царские сыны и дочеря. То есть вы удостоились благодаря Богу и Его спасению быть детьми Божьим, называться царской дочерью. И вот в один момент эта царская дочь опозорена. Она приходит в ужас и страх. Почему? Только это потому, что человек не ценил своим достоинством. он любовь к Богу променял на временное удовольствие и грех. Он как бы отвернулся от Бога. Вот почему этот грех он крайне ненавистен к Богу. Следующий момент последствия греховной сексуальной жизни. Момент номер пять. Человек будет наказан самим Богом. Что это значит? Послушайте. Евреям 1, 3, 4. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Давайте скажем вместе блудников и прелюбодеев судит Бог. Вы скажете, вы можете спросить меня, скажите, Бог прощает этот грех? И я вам отвечу, прощает. Но повторяю, Бог судит. Еще раз, чтобы вам было понятно, суд, он не отменяет. Многие просто надеясь на то, что Бог меня простит, они заходят, кто дальше, а кто ближе. на еще хочу вам повторить это. Да, Бог прощает, но блудников и прелюбодеев судит Бог. Вот представьте себе, что вы в ожидании будущего суда. Как человек чувствует, когда он знает, что он виновен, и он будет наказан? Ни один здравый человек, он не будет равнодушный к тому, что его ожидает. так точно все должны знать, кто нарушает Божьи стандарты и просто отклоняет христианскую мораль, закон Божий, то Библия говорит, что этот человек, он будет наказан Богом. То есть этот человек будет рано или поздно судить сам Бог. Вы помните тот момент, когда Давид согрешил? Кто пострадал впоследствии? Когда он покаялся, Бог его простил или нет? Простил. А что он потерял? Сына, ребенка. Часто дети первые страдают за вину родителей. Родители разводят руками, они не могут понять, что происходит с их сыном. Я здесь, чтобы сказать, первая проблема состоит в том, что родители должны проанализировать свою жизнь. Если в вашей жизни присутствовали подобные грехи, то я не исключаю то, что в вашу жизнь пришел суд Божий. Безусловно, это неприятно слышать, но это то, что я читаю в Евангелии, и это то, что я наблюдаю в реальной жизни. Путешествую, бываю в различных семьях и домах, я просто явно вижу своими глазами суды Божьи. В Библии написано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, то покарает Бог, и этот храм вы. То есть, другими словами, может ли быть не наказанный тот человек, который разрушает храм Божий? И мой ответ, что не может. Всякий, кто совершает грех против собственного тела, тот разрушает что? Храм Божий. И так еще раз, блудников и пролюбодеев судит Бог. Никто это суда не избежит. Никто. Вы будете дело иметь непосредственно с Богом рано или поздно. Рано или поздно. И ваш выбор небольшой принять это и просить милости у Бога, чтобы Он помиловал вас в своих судах, потому что Его милость превозносится над судом. Следующий момент, послушайте, шестой момент, это последний, они Царство Божие не наследуют. Читаю стихи из Библии 1 Коринфянам 6, 9, 10. Или или не знаете, что неправедный Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие что? Не наследует. Другими словами, не обманывайтесь, не рассчитывайте на то, что вам удастся обмануть Бога. Не рассчитывайте, не рассчитывайте на то. Еще одна истина, послушайте меня внимательно. Этим грехом блуда в первую очередь согрешают или он поражает в первую очередь самоуверенных и гордых людей. Еще раз, грех блуда и прелюбодеяние, он поражает самоуверенных и гордых людей. Запомните это. Почему? На каком основании это говорю? Потому что в Библии написано падению предшествует что? Гордость. Еще раз, падению предшествует гордость. И как только человек возомнил о себе, о своей красоте или еще что-нибудь, он рано или поздно попадает в эту петлю, потом он в глаза тебе уже не смотрит. Вас, например, не удивляет то, что, например, люди, которые имеют высшее образование, они закончили университет, они сегодня не могут и помолиться серьезно, и проповедь сказать, или что-то спеть в духе. Вас это не удивляет? Часто причина, почему это происходит, только потому, что они где-то, где-то терпят поражение. Может быть, это, вы знаете, когда я говорю о блуде, то я имею блуд во всех формах и проявлениях. Что я хочу сказать этим? Что грех или подходы к греху, они постоянно меняются. И сегодня, можно сказать, совершаются такие прелюбодения блуды, которые раньше, вы, может быть, и не слышали и не думали о них. Люди изощряются, чтобы достичь желаемого, но не обманывайтесь. Бог поругает, что не бывает. Поэтому, когда я вижу подобное, мое сердце скорбит. Одна из причин, почему люди просто, они ходят в церковь, они живые, но они уже умерли. Почему это происходит? Потому что много сильных убито ею. Может быть, это не конкретный секс, может быть, это просто вами любимая порнография. Может быть, это просто грязные сайты. Может быть, это твое время, проведенное у телевизора. Может быть, это твое разнообразие, которое ты постоянно ищешь и никак не можешь удовлетворить себя ничем. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы как христиане обратили на это самое, самое серьезное внимание. Запомните, что за блудеяние надо будет платить, причем очень и очень дорого. Именно этот грех привел к погибели в одно время 23 тысячи израильтян в один день. Вы ничего подобного не найдете в Библии. Вот почему я все основания имею на то, чтобы говорить об оружии массового поражения. В Библии написано, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи. Скажите, пожалуйста, хотя бы мысленно подумайте, сколько сегодня погибает в наше время в один день. если нам эта статистика неизвестна, она известна Богу, но я хочу вам сказать, ничто, ничто так не поражает сегодня общество вокруг нас, в том числе и христианское, как блуд и пролюбодеяние. 23 тысячи. В Библии написано, что побои и позор найдет он, и бесчесть его, что не изгладится. Ты потеряешь власть, ты потеряешь достоинство, ты потеряешь авторитет в духовном мире, ты потеряешь жизненную опору, ты потеряешь все за кратковременное, минутное удовольствие. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня просто встрепенулись, и если эта пропасть к вам мало относится, я хочу призывать вас, послужите тем, кто помоложе, предупреждайте, убеждайтесь, убеждайте, отвлекайте, оберегайте, иногда запрещайте, но помогите тем, кто помоложе, выжить, побеждать и Бога прославить. Мы живем в последнее время, когда тьма сгущается, и послушайте, не имеет отношения или не так важно, какое количество сегодня тех, которые делают подобное преступление. Многие просто успокаивают всем, что так живут многие. Но я еще раз повторяю, блудников и пролюбодеев судит Бог. И этого суда на каждого будет вполне достаточно. Запомните это, он прощает, но он что судит. Как же нам сохранять себя, как нам жить побеждающей жизнью? Запомните, скука и праздность идеальная почва для сексуальных грехов. Если вы не заняты серьезно в служении, послушайте, даже если вы посещаете церковь, я не удивляюсь, если вы падаете, например, в подобные явления грехи. Некоторые люди смотрят телевизор или там компьютеры не говорят, мы в основном учим уроки или там социальные программы. Ну, бывает так, признаются некоторые, за полчаса я там кликну не туда, куда надо, а так в основном я держусь в правильном направлении. Но бывает, у вас это бывает в течение часа, полчаса, некоторыми десяти минут не хватает, чтобы не уйти в сторону. И, как говорят, тогда уже что? Тогда уже понесло. скука и праздность это идеальная почва, чтобы человека погубить, чтобы человек был похоронен, чтобы просто человеку упасть. Труд для Господа и здоровое общение это лучшая защита от греха. В Библии написано, юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Вы знаете, некоторые хотят жить побеждающей жизнью, послушайте, они пытаются от этого греха убежать, но их проблема в том, что они убегают от греха и убегают от тех, кто держится Бога искренним сердцем. Они чувствуют, что с этими людьми нам не по пути, они ищут подобных себе, поэтому и грехи у них, к сожалению, общие. Но Бог говорит сегодня, выбирайся из этой мутной воды во имя Иисуса, пока она не накрыла тебя окончательно с головой, пока ты не погиб. Мы сейчас идем к молитве, и я хотел бы, чтобы мы молились за благословение, наших детей, нашей молодежи и всей церкви. Я хочу, чтобы каждый, кому это относится, он мог покаяться и сегодня примириться с Богом, потому что я уже сказал, некоторые молодые люди, они уже мертвые, и воскресить их может только Христос при искренном и чистосердечном покаянии. Поэтому последнее, о чем я хочу сказать, вы внимательно послушайте, мы будем молиться. Вы помните историю, когда Бог освобождал израильский народ из Египта, и он поднял Моисея, вы помните этот момент? Так вот, одна из стратегий фараона была в том, что он дал, можно сказать, такое повеление, всякого ребенка, который рождается мужчиной, или просто бросайте в реку всякого новорожденного, а дочь оставляйте в живых. Вы представляете, какой был замысел? Всех, всех просто парней, всех ребят бросайте в реку, а дочерей оставляйте в живых. Сегодня я хочу вам сказать следующее, к сожалению, очень многие братья, они погибают в реке похоти и разврата. Это в какой-то мере относится и к сестрам, но больше к братьям. Они испытывают невероятное давление внутри себя, и просто сам дьявол толкает их на грех, если они не контролируют свои похоти. А всякого, всякого ребенка мужеского пола бросайте, что в реку. Вот почему сегодня идет невероятная борьба не только за молодое поколение, но особенно за братьев, за мужчин. Вы знаете, что, например, когда закончилась Великая Отечественная война с Германией, то проблема была в том, что практически девушкам, женщинам, которые остались, у них некого было выходить замуж. За кого? Почему? Потому что все мужики погибли, что? На фронте. Запомните, в духовной битве так точно происходит. В первую очередь погибают кто? Сыновья. Еще раз, дьявол все свои усилия направил, чтобы отвлечь сыновей от истины. Вот почему сегодня можно наблюдать такое явление, когда приходишь в церковь, 30 человек, 30 сестер и один брат. Вы понимаете, о чем говорю я? Вот почему сегодня сестер в каждой церкви больше в основном нежели что? Братьев. Почему? Потому что дьявол все свои усилия направил на кого? На сыновей. Я хочу сегодня спросить вас, я хочу это говорить себе, где сегодня молодые проповедники? Где сегодня яркие, сильные лидеры? Где сегодня молодые певцы, служители? где они? Это проблема номер один в современном обществе. Очень непросто найти даже для большого количества молодежного руководителя. Слава Богу, что они еще что? Есть. Но дьявол не останавливает своих попыток, чтобы разрушить все до основания. Поэтому я хочу сказать вам, пока вас еще не поглотил этот мутный поток, у вас есть шанс сегодня пред Богом покаяться и восстановиться во имя Иисуса Христа. Запомните, путь к исцелению Он открыл в Слове Божьем, но в законе Господа, в воле Его, и о законе Его Он размышляет, что? к день и ночь. Я приглашаю группу. Пожалуйста, группа, придите ко мне. Мы сейчас будем молиться еще раз. И о законе Его Он размышляет день и ночь. Вы проверьте свои мозги. О чем вы думаете? Чем занят ваш разум сегодня? И о законе Господа Бога Он размышляет день и ночь. День и ночь. Я хочу, чтобы вы сейчас что-то важное услышали. Где нераскаянный грех вас ожидают серьезные проблемы в будущем. Еще раз. Если в вашей жизни есть нераскаянный грех, вы сами определяете свое будущее таким, что вы будете встречать очень серьезные проблемы. Библия об этом говорит так. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Я обращаюсь к родителям. Сегодня нам необходимо усилить молитву за подрастающее поколение. Только Бог способен сохранить молодежь от падения. Сегодня наши молодые семьи испытывают серьезное давление. Дьявол атакует их с разных сторон, внося свои предложения, свои мотивы, разрушая их жизнь на уровне разума и на уровне всей семьи. Поэтому, чтобы Бог сохранил нас и наших детей, нам надо сегодня об этом серьезно молиться. Я предлагаю всем вам идти путем смирения и покаяния, скрывающие свои преступления не будет иметь успеха. Вы сами себя лишаете этого успеха. А кто открывает, кто покается, тот будет помилован. Все, что мы скрываем до брака, это мина замедленного действия. В будущем оно обязательно рванет. В будущем оно обязательно скажется на твоей жизни. Поэтому я верю, что сегодня сам Бог желает вытащить многих из этой реки мутной реки греха и разврата. Если вы чувствуете, что ваша жизнь сексуальная не является чистой, даже если вы живете в семейной жизни, если вы чувствуете, что вы в этом виновны, если вы имели секс в любом виде, сегодня момент истины, вам надо срочно покаяться, пока этот мутный поток окончательно не поглотил вас. Грех он способен укороняться и множиться. В будущем избавиться от него будет очень и очень непросто. Хорошо, если вы сделаете это вовремя. Поэтому меня утешает вот это слово Псалом 17, 17. Он простил руку свою с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих. Он простил руку свою с высоты. Рука Божья она простерта и на это место. Он в состоянии достать тебя, где бы ты ни был, поднять тебя, восстановить тебя и спасти. и извлек меня из вод многих. На основании этого слова я знаю, что Христос, Он является лучшим пловцом и спасителем. Он один, который может спасать от греха и разврата. Слава Ему во веки веков. Много спасателей на реках и океанах, но Он единственный над землею. Он простил руку с высоты, чтобы извлечь тебя из греховных вод, из вод многих. Почему это важно знать? Потому что не всегда так будет. Послушайте, говорят так, что когда человек тонет, он идет ко дну, но возвращается назад трижды, то есть всплывает. Если ее покрыла вода, он тонет, он обязательно всплывет. Но после третьего раза он обычно не возвращается назад. Я не знаю, сколько раз ты тонул, я не знаю, но есть роковой, последний, третий. И не надо ждать, когда твоя жизнь будет окончательно разрушена дьяволом и грехом. Он сегодня как лучший пловец протягивает свою руку к тебе и говорит, я хочу помочь тебе, я хочу вырвать тебя, я хочу поднять тебя, откачать тебя и спасти. Я знаю, что ты уже некоторое время шел на это дно и раз, и два, и три. Сегодня твой шанс. Приди ко мне, и я спасу тебя, я восстановлю тебя и благословлю тебя. Давайте мы пойдем к Богу в молитве, поклонимся ему и скажем, Господь, пожалуйста, разрушь планы дьявола на мою жизнь. Благослови меня твоим миром, прими мое покаяние и услышь мою нужду. Я обращаюсь к тем, кто слушает нас по телевизору. Если в вашей жизни присутствует этот грех, прерабедеяние или блуд, запомните, рано или поздно, он разрушит вашу жизнь, разрушит вашу семью, и только искрное покаяние, оно способно восстановить все. Придите к Богу там, где вы есть, и просите милости у Бога. Он вытащит вас из этого болота, Он поставит вас на камень, Он даст тебе правильное основание в жизни, Он сохранит ваш дом от разрушения. Ему слава во веки веков, во веки веков.